Ахтубинский район присоединился Всероссийской акции «Горсть памяти». С места захоронения советских воинов на станции Кочевой взят фрагмент земли и помещен в специальную капсулу. Город любимый, самый красивый. В настоящее время идет благоустройство территории в микрорайоне Лавочкино. Арт-лета для ребят из районной детской школы искусств продолжается. На днях с экскурсией они побывали на Ахтубинском хлебозаводе. И обо всем подробнее. По инициативе Министерства обороны России проходит акция «Горсть памяти». С мест захоронений советских воинов в нашей стране и за рубежом берутся фрагменты земли, которые помещаются в специальные контейнеры – солдатские кесеты. Вчера горсть земли была взята с могилы, в которой похоронено 94 воина советской армии, погибших при бомбардировке разъезда Кочевая. Владислав Лихварь с места событий. Железнодорожный разъезд Кочевая – это сейчас здесь два полотна дороги. И поезда проносятся мимо поселка с большой скоростью. А в 42-м на разъезде постоянно было много военных эшелонов, чем и воспользовались фашистские стервятники, набросившись на воинский состав, следовавший к Сталинграду. Среди степных ветров нашли покой 94 человека. 28 августа 1942 года на станцию Кочевая прибыли эшелоны 42-го отдельной стрелковой дивизии, которая перебрасывалась из засажденного Ленинграда в горящий Сталинград, эшелон с техникой 149-й отдельной стрелковой бригады 62-й армии. Они попали под бомбежку фашистской авиации. Наша задача – оставлять память о том, что была война, и говорить об этом детям. В акции «Горь с земли» приняли участие активные члены поискового отряда средней школы номер 6, группа юнормейцев, сотрудники райвоенкомата, управления образования, культуры, члены районного совета ветеранов войны и труда, представители командования Ахтубинского гарнизона. Вот сегодня мы здесь присутствуем на месте, где погибло 94, можно сказать, военнослужащих Великой Отечественной войны. Все это остается, естественно, в нашей памяти, и забывать мы этого не должны. Ярко светило солнце, кружили голуби над кочевой, пахло полынью. А тогда, 77 лет назад, солнце померкло от дыма горевших вагонов с людьми, запах гари перехватывал горло, а фашисты безнаказанно пикировали на горящий эшелон, раз за разом сбрасывая на него смертоносный груз. В скорбном молчании застыли участники акции памяти. Отдав дань памяти погибшим советским воинам, минутой молчания возложив цветы к подножию памятника, солдатским кесетам, наполненным землей с могилы, участники акции вернулись в город, до которого от кочевой всего 25 километров. Земля, взятая с могилы павших воинов, вместе с другими кесетами из крупных захоронений Астраханской области будет размещена в гильзе артиллерийского снаряда, которую установят в историко-мемориальном комплексе главного храма вооруженных сил Российской Федерации. Это мы всегда будем помнить, и, как всегда говорят, «Ничто не забыто, никто не забыт». Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубиск ТВ Газ – один из самых важных источников тепла. Он обеспечивает работу кухонных плит, колонок и других бытовых приборов. Подключение газа к многоэтажным домам выполняется, как правило, на стадии их строительства. А вот владельцам старых и новых домов, еще не обеспеченных этим энергоресурсом, нужно выполнить целый комплекс мероприятий, прежде чем подвести ветку газопровода к домовладению. Удовольствие это не дешевое, и сегодня мы поговорим о том, кто может рассчитывать на поддержку при газификации. Сегодня у нас в студии начальник отдела предоставления мер социальной поддержки Центра социальной поддержки населения Ахтубинского района Минаева Ирина Ивановна. И говорить мы будем о газификации, вернее, о помощи, которую Ахтубинцам могут оказать, если они газифицируют собственное домовладение. Итак, что это за помощь, что это за поддержка, Ирина Ивановна? Это единовременная материальная помощь на газификацию домовладения отдельным категориям граждан. Порядок и условия предоставления такой помощи, они оговорены в постановлении правительства Астраханской области, номер 161-П от 8 мая 2019 года. И я начну с того, кому положена эта помощь. Она положена следующим категориям. Инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и супругам погибших, умерших участников Великой Отечественной войны. Вот этим вот трем категориям. Какие условия предоставления такой помощи? Значит, граждане, которые хотят к нам обратиться, должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Астраханской области. Единовременная материальная помощь – это однократная материальная помощь. Она предоставляется один раз. Предоставляется она на одно негазифицированное домовладение. Предоставляется, если это домовладение, в собственности вот того гражданина, который хочет обратиться. Причем вот если у него какая-то доля только этой собственности, это не имеет значения. Главное, что у него есть эта доля или полностью он собственник домовладения. Следующее условие. При отсутствии другого газифицированного домовладения у этого гражданина. То есть это должно быть первичное обращение, первый раз за каким-то вот первой газификацией своего домовладения. Я еще хочу вот остановиться на том, вы сказали, только единственная вот точка, которая газифицируется. Потому что люди бывают, они хотят подвезти газ не только к дому, но и к летней кухне, к бане, возможно. Или к другому дому, который у него имеется. Да, желание это понятно, но именно на... Здесь условия. Условия, да. Да, да. Только на одно негазифицированное домовладение. Следующее условие. Проживание в этом домовладении. То есть гражданин должен по месту жительства обратиться. То есть не просто быть собственником, но и жить там в этом доме. Тогда вот только будет предоставлена эта помощь. И еще одно условие. Расходы должны быть произведены на подключение газопровода с 1 апреля 2019 года. Вот про условия я сказала. Соответственно, возникает пакет документов, которые нам необходимо предоставить. Что самое главное? Чего люди боятся больше всего? Опасаются вы? Это надо ходить за справками различными. Займет много времени, а на самом деле... На самом деле, значит, нужно обратиться не позднее одного года после подключения газа. То есть со дня подписания акта подключения газа к дому, вот чтобы прошло не менее, не более, вернее, одного года. То есть еще один такой момент. Заранее деньги никто не выдает, помощь заранее не оказывается. Потом идет некая компенсация, когда человек уже затратился на газификацию своего домовладения. Да, да. И, кстати, сумма, которую мы компенсируем, она не превышает 21 тысячу рублей. То есть если больше человек потратил, мы все равно выплатим не более 21 тысячи. Если меньше, то, соответственно, мы выплатим меньше этой суммы. Значит, конечно, к нам нужно обратиться в первую очередь с заявлением, в котором указывается счет, куда перечислять деньги, как человеку удобно. Вот с таким заявлением. Далее предоставляются документы о регистрации на территории Астраханской области, паспорт удостоверения личности, документы о статусе, отношении к тем категориям, которым я перечислила, инвалиды войны, ветераны войны, супруги. Но, как правило, все эти документы, вот этих категорий, они у нас уже есть. Это такая категория, которая у нас, она числится в нашей базе. Но, тем не менее, документы, возможно, какие-то нужно будет принести. За справками куда можно обратиться? По какому-то телефону или надо прийти? Можно по нашему телефону 3-93-15, телефон горячей линии, да, проконсультируют. Дальше нужен договор о подключении к газу, акт о подключении к газу, документ о праве собственности на это домовладение, документы о расходах. Здесь могут быть договора купли-продажи, счета фактуры, кассовые чеки, ордера, квитанции об оплате. То есть, вот, как бы, любые какие-то документы. И еще одно условие. Мы вот, когда все эти документы принимаем, в течение 10 рабочих дней мы должны сделать акт обследования этого гражданина на предмет, как бы, убедиться в том, что там действительно проживает этот льготник. В любой момент могут прийти социальные работники? Ну, после получения заявления, да, и документов. Мы об этом, конечно, предупреждаем. В течение 10 рабочих дней мы должны сделать этот акт и принять решение отказать или выдать такую компенсацию. Ну, вы сказали, вот, с 1 апреля только, когда у кого газификация идет, то есть, по сути дела, еще нет, наверное, людей, которые... У нас еще не было таких обращений, да, поэтому вот информация будет актуальна. Ну, то есть, мы на шаг впереди, то есть, мы информируем ахтубинцев о том, что вот есть такая возможность получить компенсацию, единовременную выплату. Так что, я думаю, информация для наших зрителей будет очень полезной. Еще я бы хотела сказать, вот, какие работы, связанные с газификацией, относятся вот сюда к компенсации. Можно я перечислю? Вот, прям в соответствии с постановлением. Это изготовление проектно-сметной документации на газификацию, подключение домовладения к сети газораспределителя в рамках договора, выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопровода протяженностью не более 20 метров. И произведенные до подписания акта или не позднее 90 дней после подписания акта расходы по выполнению строительно-монтажных работ, переоборудованию отопительных печей под газ, приобретению, установке и подключению газопотребляющего оборудования и счетчика газа. То есть, вот эти все работы, если на них потрачено что-то, соответственно, они подлежат компенсации. Уже мы неоднократно говорили, но все-таки я хотела еще рассказать по поводу пособий на деток, которые рождаются в семье первыми или третьими и последующими. Хочу всем сказать, что для материального благополучия семей есть постановление правительства Астраханской области и президента, как люди называют президентские деньги, и напомнить про эти выплаты. У нас сейчас на первого ребеночка получают 147 семей, вот это пособие ежемесячно, 10 434 рубля. На третьего ребенка и последующих 168 семей получают тоже ежемесячно 10 887 рублей. Как бы суммы, как мы всегда говорим, существенные, и мы приглашаем за получением этого пособия к нам обращаться. Уже в который раз, между прочим, приглашаем. Да, еще раз напоминаю, потому что, уважаемые оттубинцы, это нужно вам. Пожалуйста, воспользуйтесь этой информацией. Все, спасибо. Приходите еще. Всегда рады предоставить информацию нашим зрителям и помочь вам тоже сделать это. Спасибо вам. С целью помощи людям серебряного возраста обрести уверенность в своих силах, адаптироваться к новым условиям жизни на базе комплексного центра Ахтубинского района, начал свою работу клуб психологической поддержки «Добрые встречи». Это новая форма работы с пожилыми людьми, предполагающая возможность бесплатного получения определенного уровня психологических знаний, умений и навыков. Занятия проводятся в форме лекций, бесед, тренингов, творческих и практических занятий, самостоятельных работ. Самое главное – это желание изменить свою жизнь, сделать ее насыщенной, яркой и интересной. Все занятия позволяют с пользой проводить свободное время, дают возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные вопросы, делиться своими знаниями и расширять круг общения и интересов людей третьего возраста. А также помогают разобраться в том, что сегодня происходит в нашей стремительной жизни. Ну а теперь к другим темам. Микрорайон имени Лавочкина продолжает свое преображение. Теперь там есть новый игровой комплекс для детей всех возрастов. А совсем скоро появится эксклюзивный фонтан. Подробности у Ксении Масловой. С каждым годом в Ахтубинске появляются новые строительные объекты, выполненные в разных архитектурных направлениях. На этот раз изменения коснулись микрорайона имени Лавочкина. С первого взгляда район Семи Ветров похож на обычный маленький городок со своими заботами, жизнью и развлечениями. И теперь для маленьких жителей на одно развлечение стало больше. Совсем недавно здесь демонтировали старую детскую площадку, а на ее месте появилась более современная, красочная и интересная. С виду ничего необычного. Детские игровые комплексы, шахматный клуб и самолет, гимнастические комплексы, карусель, качели на любой вкус и возраст. Но для детей это целая уйма веселья, особенно во время летних каникул. Тут весело проводить время. Много детей, много качель. И это самая большая площадка на Семи Ветрах. Она очень крутая, здесь много детей и очень крутые горки. Территория микрорайона Лавочкина постепенно обновляется. Здесь уже появился новый игровой комплекс для детей. А совсем скоро появится новый фонтан. Кстати, фонтан стал настоящим сюрпризом для всех жителей. Пока он выглядит не так привлекательно и ярко, как детская площадка, но уже в скором времени засияет новыми красками. Фонтан будет называться «Ромашка». Это будет большой шар в центре, круглая чаша. Сейчас на данном моменте остается бетон, укрепляется проведена гидроизоляция и производится монтаж оборудования. В настоящее время на Семи Ветрах, помимо прочего, ведутся земляные работы по устройству корыта для основания автомобильных стоянок и работы по устройству бордюра. Для более благоприятного времяпровождения по всему периметру площадки высажены деревья. А в дальнейшем планируется установка беседки телевизор, волнообразной деревянной скамьи длиной в целых 20 метров и малых архитектурных форм. Кроме этого, дополнительно будут установлены игровые элементы для детей с ограниченными возможностями. Вся территория детской площадки будет покрыта красочным, безопасным резиновым покрытием и ограждена. Ксения Маслова, Татьяна Смагина, Анатолий Калинкин. Будьте в курсе событий вместе с Ахтубинск ТВ. Ахтубинский хлебозавод – одно из немногих предприятий пищевой промышленности, где поощряются экскурсии для детей. Дело это суетное, требующее внимания со стороны персонала. Но сотрудники хлебозавода уверены, что подрастающее поколение должно знать о труде пекарей и кондитеров. Возможно, такое знакомство поможет ребятам в дальнейшем определиться с выбором профессии. Девчонкам и мальчишкам, проводящим свой досуг на летней площадке «Арт-Лето» при районе детской школе искусств до выбора профессии пока далеко. Но экскурсия по цехам хлебозавода им явно пошла на пользу. Перед экскурсией на хлебозавод ребята, отдыхающие на площадке «Арт-Лето», рассказали о том, что проводят свой досуг очень весело. Мы ходим на разные фильмы в кинотеатре. Ещё у нас проводят программы всякие развлекательные, и мы так веселимся. А сюда-то, на хлебозавод, зачем приехали? Как думаете? Мы, чтобы узнать, как хлеб делают. Хлеб делают. И разные хлебобулочные изделия. Прежде чем пройти на производство, всех экскурсантов экипировали халаты, бахилы и головные уборы. Это обязательный набор для тех, кто попадает на хлебозавод. Наша съёмочная группа тоже облачилась в снаряжение для экскурсий по пищевому производству. Таково санитарное требование. И это правильно. Микробам на этом производстве делать нечего. На Ахтубинском хлебозаводе задействовано порядка 130 человек. И это одно из немногих предприятий, которое работает круглосуточно. Здесь выпекают вкусные пироги, булочки. Всего 50 наименований хлебобулочных изделий. Аромат от которых сразу вызывает аппетит. Смотреть, как кондитеры и пекари работают с тестом – одно удовольствие. Они напоминают настоящих фокусников, которые придают изделию форму и наполняют начинкой. У нас 5 наименований пирогов. Они получаются от бюджетных. Это от 60 рублей и до 110 рублей. Если кто-то думает, что печь пироги – дело нехитрое, очень ошибается. Настоящие профи говорят, с тестом работать без настроения нельзя. Негативные эмоции передаются через руки, и хлебобулочное изделие не будет пышным. Так что к работе мастера всегда приступают в хорошем расположении духа. Вообще все сотрудники Ахтубинского хлебозавода – люди доброжелательные. Они не только рассказали ребятам о своем производстве, но и дали возможность самим поработать с тестом. Вот ты попробовал тесто. Какое оно? Мягкое. А сам бы ел то, что приготовил? Да. Мне понравилось, как делают пироги. А ты сама бы хотела научиться? Да. Что ты будешь рассказывать дома родителям? Ну, то, что я была на хлебозаводе, и то, что я видела, как делала тесто, и как его превращать в пироги. Мне очень понравилось, как делали вот эти вот булочки. И пироги, да? Да. А ты сама какие пироги, с какой начинкой любишь? Я люблю пироги с начинкой творога. Мне понравились люди, которые вкусные, пекут булочки. Хлеб всему голова, говорят в народе, и это правда. На Ахтубинском хлебозаводе пекут хлеб 40 наименований. Производство вкусной продукции – процесс сложный. Тесто не только надо разложить в формы, но и дать ему настояться. Для этого его ставят в специальную камеру, где температура доходит до 50 градусов, а влажность составляет 70%. И когда будущий хлеб подрастет, его выпекают в печи. Продукцию Ахтубинского хлебозавода знают не только в нашем районе, но и в Харабалинском, а также в Волгограде и Волжском. Экскурсия оказалась очень познавательной. А в завершение всех ребят угостили творожными булочками. Так что полезное сочеталось с приятным. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ На территории региона продолжается социальная кампания ПДД на асфальте, главная цель которой – напомнить пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и рассказать, как предотвратить беду. Заранее сотрудниками госавтоинспекции на основе анализа выбираются самые аварийные, а также наиболее загруженные переходы. В начале летних каникул в Ахтубинском районе акцию поддержали волонтеры Центра социальной поддержки семьи и молодежи, а также ребята из подросткового клуба «Старт». Вместе с сотрудниками полиции они нанесли на тротуары перед переходами различные призывы к пешеходам, используя трафареты, специальную краску для разметки и световозвращающее средство. Так, в Ахтубинске появились надписи «Сними наушники», «Возьми ребенка за руку», «Посмотри по сторонам» и другие рекомендации, как обезопасить себя на проезжей части. Инспекторы также провели профилактические беседы с юными горожанами. И на сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова